Ой-ой-ой, где это мы? Не пугайся, Автоша, это железнодорожное полотно. А куда так торопятся поезда? У каждого свой путь. Какие они быстрые? Есть и грузовые поезда, и пассажирские. Интересно как? Вот бы побывать в кабине водителя. Это не проблема. Давай вместе покатаемся. Ничего себе! Кстати, Автоша, водитель поезда машинист, будем знать. Прикольно как. Получается, я сегодня буду в роли машиниста. Совершенно верно. Как здесь интересно. А это пассажирский или грузовой поезд? Это пассажирский. И он заберет пассажиров? Да, они уже ждут. Нужно торопиться. Но не стоит забывать о правилах дорожного движения. Здесь они тоже есть. Конечно. Ты думал только на автомобильных дорогах? Да. И даже светофоры и знаки? Есть, Автоша. На всех-всех путях? На всех-всех. И вот этому грузовому поезду их тоже нужно соблюдать. Ой, какой он медленный. Главное его задание довести груз к целостности и сохранности. Это понятно. А что он везет? Он везет овощи. Чтобы зимой были витаминки. Да, Автоша. Они необходимы нашему организму. А что поезду нужно, чтобы двигаться? Для работы большинства поездов используют электричество. Но есть поезда, которые работают на нестопливе. Ребята, смотрите, какой быстрый поезд. Он так спешит. Ой-ой-ой, авария. Вот видишь, Автоша, что может произойти, если не соблюдать правила? Ой, какой он побитый. И что теперь? Будем ремонтировать. Но для начала поезд нужно вымыть. Нам понадобится вода. Много воды. Поезд грязнуля. И, конечно же, губка шампунью. Все, готово. Давай ремонтировать. Приступим. Ой, как много неполадок. А давай еще и отполируем поезд, чтобы сверкал. С удовольствием. Все, наш поезд как новенький. Можно отправляться в путь. Я думаю, машинист вынес урок, что нужно всегда контролировать скорость и быть внимательным. И соблюдать все-все правила движения. Да, Автоша. Потому что от этого зависит безопасность. А движение восстановилось? Конечно. Вот, смотри. Ой, жизнь кипит. А давай еще разок побываем в кабине машиниста. И проконтролируем нарушителя. Он больше так не будет. Скорость совсем маленькая. Да, тише едешь, дальше будешь. Запомнили, ребята? Так что лучше уж все делать по правилам. Как вам наша прогулка? Если понравилось, ставьте лайк. Пальчик вверх. И подписывайтесь на канал. Привет, друзья. Сегодня у нас мультики про поезда и паровозики. Поехали. Ух тышка, обожаю такие мультфильмы. Так, нам нужно собрать детали. Это вот сюда. Эту деталь сюда. И третья. Готово. Паровозик может ехать. Хорошая работа, Автоша. Вот еще один. Справишься? Конечно. Это не проблема. Всего-то три детали. Это у нас будут колеса, наверное. Или стекло. Поставим в первую очередь. Ребята, как вы думаете, что ставить? Я даже растерялся. Хм, стекло поставим. Вот сюда его. И колеса. И глаза нашему поезду. Вот так. И третий поезд, Автоша. Поехали. Вообще не проблема. Дверь. Вот сюда. Последняя деталь. Готово. Мы справились с этим заданием на отлично. А теперь второе задание. И это пазлы. Поехали, Автоша. Вот так. Этот пазл сюда. Второй. Третий. И четвертый. Готово. И еще одна картинка. Хм, это уже посложнее. Здесь много пазлов. Вообще не проблема. Давай еще один соберем. Этот посложнее второго. Давай, Автоша. Собирай. Этот пазл сюда. Вместо этого. Вот же оно. И последний поезд может отправляться по своим делам. И развозить пассажиров. Хе-хе. Автоша, последний пазл. И он самый сложный. Хе, я тоже так думаю. Пазлы почти готовы. Класс. Ребята, вам нравится? И последний вот сюда. Все. Потрудились на славу. Автоша, третье задание. Нужно соединить цифры и получится поезд. Так, первую со второй. Третья, четвертая. Вот какой наш прикольный поезд скоростной. И второй. Соединяем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Готово. Мы обвели силуэт поезда. Будет третий. Конечно, будет, Автоша. Вот, смотри. Соединяем скорее же, ребята. Мне очень нравится это занятие. Ура, ребята. Хе-хе. Круто. Молодец, Автоша. И теперь последний поезд. Давай соединять цифры. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Хе-хе-хе. Супер. Друзья, мы молодцы. Обожаю поезда и паровозики. Ребята, ребята, скорее. Мы сегодня катаемся на поезде. Давайте вместе. Я очень люблю поезда. А вы? Обязательно пишите в комментариях. И не забывайте ставить лайки. Автоша, ты знаешь, какие бывают поезда? Конечно, знаю. Пассажирские и грузовые. Верно. А еще есть почтово-пагажный, грузопассажирский и воинский. Ого, ничего себе. Интересно, какая скорость у поезда? Например, есть высокоскоростной поезд. Его скорость может быть даже 200 км в час. Представляешь? Я и не знал. На таком поезде можно быстро домчать. Это да. Также есть скоростной, ускоренный, скорый. У них, понятное дело, скорость поменьше. И как они все знают, куда и когда им ехать? Для этого есть график движения. И его нарушение недопустимо. А то ведь может случиться авария. Нужно быть очень внимательным на железной дороге. Для того, чтобы все было хорошо в пути, каждый поезд обслуживается группой работников. Локомотивной бригадой. А кто водитель поезда? Это старший бригаде, машинист локомотива. Он управляет поездом и следит за безопасностью пути. А кто следит за графиком движения? Автоша, ты верно мыслишь? Для того, чтобы график движения поездов соблюдался, необходим контроль. Железнодорожный путь делят на определенные отрезки. На каждый из которых назначается руководитель, поездной диспетчер. А еще есть дежурные на станциях. Вот они и ответственны за это дело. Ого, как все сложно! Да, вот поэтому нужно придерживаться правил движения. Как машиннисту, так и пешеходам и пассажирам. Пешеходам и пассажирам? А я не знаю этих правил. Расскажи! Автоша, вы, ребята, когда переходите железную дорогу, убедитесь, что не едет поезд, локомотив или вагон. И ни в коем случае нельзя играться на железной дороге, бежать за поездом или прыгать с платформы. Это очень опасно! Ребята, запомнили? В следующих сериях еще больше интересного! Ребята, как вам наша прогулка на поезде? Если понравилось, ставьте лайк, пальчик вверх и подписывайтесь на канал! Пока, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова